приветствую вас и вы знаете реагировать на ревность на то что рассказывает ваш муж тем более если вам не нравится это ну что другое дело как реагировать вот он вы что-то высказывает что-то рассказывает вам вам нужно в первую очередь подумать это реально то что он говорит реально ли под этим открывается какая-то симпатия ведь это жена его коллеги то есть у него с ней в принципе ничего быть не может вы подумайте а он реально подразумевает какую-то симпатию когда женщина будет или просто делится с вами какими-то впечатлениям если второе то конечно реагировать на это не нужно по крайней мере не так как вы это делаете а просто просто выслушать и начать другую тему ту которая интересна вам это более справедливо более оптимизировано отношению к вообще семейным ценностям тем более если вы знаете что мужчина вспыльчивый но вот проблема вашей ревности как вы говорите вот вы пишете что значит вы очень ревнивая вот с чем связана ваша ревнивость ключевой вопрос на который вам нужно самой себе дать ответ мужчина с вами с вами он приходит домой ночевать приходит домой ночевать он оказывает вам знаки внимания он дарит вам ласку заботу тепло ведет чувствуете себя с ним защищенным если нет то к сожалению у вас есть проблемы в отношении и их нужно решать если вам недостаточно от него ласки если вы считаете что мужчина недостаточно уделяет вам внимание то это свидетельствует о наличии проблем и проблемы сами по себе так не уйдут нужно их разбирать менять что-то в себе менять свое отношение к каким-то определенным элементам поведения мужчины смотреть на то что можно спустить на тормозах на чем можно закрыть глаза а в чем обязательным настоять и самое главное и когда-то вас все устраивало и с какого момента все пошло не так какого момента вы начали испытывать ревность настолько что перестали быть способны спокойно выслушивать то что он вам рассказывает какого момента и почему может быть ваша ревность есть потаенный страх что мужчина к вам охладел что мужчина стал уделять меньше внимания вам и больше другим женщинам и тогда нужно не ревновать ведь своей ревностью вы постепенно вселяете в него мысль о возможной измене о возможном уходе от вас что он и говорит своих высказываний обновительно вас если вы боитесь потерять мужчину то ему нужно стремиться удержать а для этого необходимо понимать что он хочет первую очередь и чтобы дать ему это во вторую очередь и это наверное пожалуй главное вам необходимо работать над своей самооценкой чтобы вы не чувствовали себя хуже других женщин а напротив знали что вы лучше что вы самое красивое для мужчины что вы самое привлекательное и для этого безусловно нужно что-то делать может быть заботиться о себе может быть приносить в отношения что-то новое что-то искреннее спонтанное романтичное чувственное и так далее как-то отношения освежать и если имеются проблемы если имеются основания для конфликтов для ссор то их в обязательном порядке прорабатывать далее что касается ребенка ребенок безусловно еще маленький чтобы осознавать полностью то что происходит но уже сейчас он знает он знает что вы с папой ссоритесь и он видит что папа вас обижает и он вас защищает и тут нужно понимать что в любом конфликте виноваты всегда оба ну то есть как виноваты не виноваты несет ответственность оба оба человека вы несете ответственность за свою сцену ревности которая может быть не имеет под собой основы мужчина тоже оправировал неверно и это говорит о том что вы не совсем хорошо друг друга понимаете это взаимопонимание отсутствие его мешает вам быть в отношениях на достаточно высоком уровне это понимание нужно вернуть и поскольку мужчина сам по себе наверное человек гордый чтобы признавать что есть проблемы у вас вам это нужно делать самостоятельно путем поиска проблем первоначальных проблем в которых начали ухудшаться отношения и и значит анализы их и попытки скорректировать свое поведение так чтобы эти проблемы были решены по крайней мере с вашей стороны тогда они будут решены и будет постепенно решаться из-за стороны мужа и вы получите шанс на нормализацию отношений да нормализация отношений с ним далее если мужчина делится с вами тем как он общается с другими женщинами то тут нужно понимать так чего ему не хватает мужчине что ему нужно что он находит в общении с ними и вот это постараться ему дать потому что то что он не получает с вами он наконец же будет искать у других женщин таковы мужчин то есть тут нужно грамотно посмотреть что ваш мужчина хочет что ему нравится что ему нужно и постараться это ему дать и последнее что я хочу вам сказать для того что ревность является чувством эгоистичным оно направлено не на мужчину а на вас оно не есть проявление любви оно есть проявление эгоизма или любви к себе поэтому каждый раз когда вам хочется брендовать для сохранения отношений для сохранения отношений постарайтесь обратить эту энергию в позитив и вместо того чтобы говорить что-то негативное скажите мужчине как любите его скажите мужчине как он дорог вам как вы цените его и сделайте ему ваших комплиментов такое поведение будет для вас во первых на первых порах непривычно но после третьего четвертого раза автоматическая энергия будет перенаправляться и вы встанете на конструктивный путь такого отношения такого общения такой реализации энергии и это также поможет вам нормализовать отношения с мужем и избавить от стресса ребенка на котором безусловно ваши конфликты оказывают деструктивное влияние и самое главное символ для этого у вас не только ваше личное шествие но и психическое здоровье ребенка потому что каждый сорок каждый скандал рождает большое количество проблем у малыша и последующей взрослой жизни ему из-за этого будет тяжело ему из-за этого будет трудно и если вы хотите чтобы малыш от этого избежал нужно работать над тем чтобы грамотно конфликты сглаживать вести себя мудрее по отношению к мужу будь немножечко где-то терпимее где-то мудрее и стараться заботиться в первую очередь о своих интересах о своем самолюбии почему потому что смотрите если вы ревнуете это значит что мужчина может припочесть вас то есть нет припочесть кого-то другого вам и вы считаете себя таким образом хуже чем другие женщины это значит что вы себя меньше цените мужчины чувствуют что вы себя меньше цените и соответственно также меньше ценят вас вот именно это ключевой момент первопричина всех проблем первопричина вашей ревности почему вы считаете себя хуже других женщин перестаньте так считать выявите причину такого мнения устраните ее и начать думать что вы лучше всех положить начало вашей новой жизни которая рано или поздно так или иначе приведет к счастью лично вашему а значит и счастью ребенку потому что надо помнить что счастливый ребенок тот у кого счастливая мама если мама не счастлива то ребенок счастливым быть не может на этом все надеюсь что помог вам и на какие то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ сделайте его лучшим пожалуйста буду благодарен пока желаю вам удачи и всего доброго